Друзья, всем привет, с вами я, Эдскрайбер, и у нас сегодня новый хит от Xiaomi, Redmi Note 6 Pro. Кажется, что вообще нет альтернатив этому телефону, но это только кажется. Как говорил мой дядя, каждая скала кажется неприступной, но как только ты подходишь к ней поближе, ты начинаешь видеть ее слабые стороны. От философии давайте перейдем к сравнениям, и первая альтернатива это Motorola Moto Z3 Play. И сейчас вы скажете, парень, ты о чем вообще говоришь? Давайте приближимся по характеристикам этого телефона. Здесь 636 Snapdragon, 4 гига оперативкой, в Antutu выбивает около 115 тысяч баллов, то есть здесь все идем вровень, представляете? Экран здесь 6 дюймов, Full HD+, разрешение, и он здесь OLED, то есть это AMOLED, более качественный экран, как некоторые считают, но здесь, конечно же, на любителя. Но все-таки за более дорогой экран предпочтение отдадим именно Motorola. Камера на 12 мегапикселей, апертура 1.6, то есть более светосильная оптика, и здесь мы тоже преимущество отдадим Motorola. А вот по фронталочке, конечно, Motorola проигрывает. Батарея у Motorola 3000 мАч, у Redmi 4000 мАч. Конечно же, Redmi выигрывает, но помним, что в Motorola есть Moto Mod, который подсоединяется, и фишка Moto именно, конечно же, в этом. И здесь идет в комплекте Moto Mod на 2200 мАч, то есть вкупе мы имеем 5200 мАч. И это, конечно же, гораздо-гораздо больше, по сути, почти что, как Xiaomi Mi Max 3. И по цене, здесь, конечно, цена очень кусающая, 270 долларов. У Redmi 170 долларов, конечно же, в этом преимущество. Но в чем плюс Motorola? Здесь есть NFC, и здесь есть USB 3C. Все то, что не хватает именно в Redmi. Ну, многим не хватает, кому-то, в принципе, и ровно. Толщина этого, кажется, всего 6,75 мм. Для сравнения, iPhone X имеет толщину 7,7 мм. Разница небольшая, но тонкость – это первое, что вы ощущаете, взяв руку Moto Z3 Play. Такой размер делает телефон довольно легким, и это определенно улучшает эргономику этого телефона. С помощью комплекта аккумуляторных модулей, о которых я уже говорил, Moto Mod, которые поставляются вместе с телефоном, можно значительно увеличить во время автономной работы. Ну и других модов хватает. Эта колоночка GB сюда подключается. Печать фото – вообще не проблема. Проектор нужно для видео, подрубайте и смотрите различные фильмицы. В общем, куча-куча всего остального, даже пульс можно проверить. То есть, это абсолютно такой гиковский телефон, и действительно очень хорошая альтернатива Redmi Note 6 Pro. Следующий участник этой альтернативы – Lenovo K5 Pro. Давайте пробежимся по характеристикам этого телефона. Как ни странно, здесь тоже 636-й Snap, 4 гигабайта оперативной памяти типа LPDDR4X. В Antutu все те же самые баллы, около 115 тысяч баллов. То есть, здесь мы идем вровень. Экран 5,99 дюймов, Full HD+, разрешение – это IPS-экран. Здесь тоже, можно сказать, все одинаково. По камерам. Камера на 16 мегапикселей, f2.0. И фронталочка 16 мегапикселей, f2.0. Здесь по камерам мы отдадим приоритет все-таки Redmi, потому что он здесь побеждает. Ну и по батарее – 4050 мАч у Lenovo и 4000 мАч у Redmi. А вот здесь тоже, можно сказать, вровень. По цене, друзья, самое интересное – и тот, и другой телефон стоит около 170 долларов. То есть, здесь мы идем вровень. А по плюшкам – что здесь? USB Type-C. Это коренное такое отличие от Redmi, то есть, за что его следует брать. Ну и посмотрите в целом на этот телефон. Казалось бы, Lenovo. А внутри почти все то же самое, что и в Xiaomi. И цена такая же, чем, друзья, не альтернатива. Нет моно-брови. Для некоторых, кстати, это очень важно. Красивый, стильный и недорогой. Мне кажется, это действительно великолепная альтернатива. И Lenovo тоже начинает подтягиваться. Наступает то время, когда Xiaomi уже не на таком большом коне, как это было раньше. Нравится вам это или нет, но это происходит. Когда появляются альтернативы, это всегда, друзья, очень и очень хорошо. Если тебе тоже не нравится, что все блогеры просят тебя поставить лайк, то обязательно поставь лайк. Подписывайся на канал. Далее будут только интересные сравнения. Новые телефоны, ну и все такое. Пиши в комментариях, что ты думаешь об альтернативах этому телефону. Ну и колокольчик тебе тоже поможет. Сделай репост этого видео, если тебе не жалко. Следующий кандидат это Honor 8X. Хитовый телефон от компании Honor. Давайте же его сравним. По характеристикам. Процессор здесь, собственно, на разработке. Kirin 710. 4 гигабайта оперативка. LPDDR4X. В Antutu около 139 тысяч баллов убивает. Но и в целом, скажем, что по процессору этот процессор новее. Но все-таки, учитывая в связке процессор плюс видеокарта, а все-таки мы отдаем предпочтение Redmi, потому что в этом плане он, конечно, гораздо лучше. Но если брать просто чистые тесты в Antutu, то Kirin 710 будет лучше. Но здесь, как говорится, на любителей, для чего вы покупаете этот телефон. Экран здесь IPS Full HD плюс разрешение 6,5 дюймов. То есть здоровенный экран с минимальными рамками. Но здесь мы тоже, можно сказать, идем пока что вровень. Основная камера на 20 мегапикселей. F1.8. Светосила немножко лучше. И небольшое предпочтение отдадим здесь Honor. По фронталке здесь мы тоже идем вровень. Батарея 3750 мАч у Honor и 4000 мАч у Redmi. Поэтому здесь, конечно, преимущество у него. Хотя совсем небольшое. Но и ценник. 200 долларов стоит Honor. Конечно, дороже. Но если вы будете брать еще и официальную версию, допустим, в России, то это будет в районе 300 долларов. То есть прям-прям вообще очень сильно. Но из плюшек, если вы берете официальную версию, не китайскую версию, то и у вас будет NFC. Многим это действительно очень нужно. Но и здесь тоже microUSB стоит, как и на Redmi. А мода на стеклянные корпуса добралась и до X-линейки Honor. Выглядит он броско. 15-слойное покрытие переливается на свету. По краю проходит односторонняя полоса. Кому-то такой избыток глянца не понравится. Перед покупкой стоит покрутить телефон в руках. Посмотреть, как он вообще смотрится и так далее. Потому что действительно телефон очень такой на любителя в плане дизайна. По размерам Honor 8X практически повторяет iPhone XS Max. То есть действительно это очень-очень большой телефон. Смартфон поддерживает две сим-карты и карты памяти объемом до 256 гигабайт. Все это раздельно помещается в тройной супер-лоток. Удобно, не надо выбирать. И когда есть такая альтернатива, это всегда приятно. У Honor с этим проблем никогда не было. Великолепная альтернатива Redmi. Далее Nokia 7.1. По характеристикам. Как ни удивительно, здесь 636-й Snap. 4 гигабайта оперативной памяти. LPR 4X. В Antutu все те же самые результаты. Экран здесь 5,84 дюйма. IPS Full HD+. Разрешение здесь пока что идем, можно сказать, вровень. Камера основная на 12,2 мегапикселя. Апертура 1,8. Стабилизация здесь есть. И в принципе очень даже неплохая. Поэтому очень-очень небольшой плюс мы отдадим именно Nokia. И по фронталочке здесь 8 мегапикселей f2.0. То преимущество, конечно же, у Redmi. Батарея однозначно здесь лучше у Redmi. Потому что у Nokia всего лишь 3000 мАч. Ну и по ценнику. Около 300 долларов стоит Nokia. А Redmi стоит около 170 долларов. Конечно, здесь большое в этом преимущество. В чем фишка Nokia? Здесь есть NFC и здесь есть USB 3. Также телефон входит в программу Android One. То есть действительно есть очень-очень хорошие моменты. Но я бы отметил, что минус, конечно, это все-таки батарея на данный момент составляет. У Motorola есть какая-то альтернатива этому действию. У Nokia альтернативы никакой нет. Nokia продолжает возвращение в стан производителя телефонов. И пока все идет по плану. Удачно выбранная стратегия, партнерство с Google и приятный дизайн устройств. Все это, конечно, большие плюсы. Nokia 7.1 продолжает добрую традицию других смартфонов, выпущенных HMD Global. И смотрится очень даже здорово. При этом вписываясь в общий стиль. Смотрится действительно, все это превосходно. И очень приятно, что Nokia сохраняет свой стиль. Это приятно, когда есть узнаваемость. А в целом, мне кажется, это тоже неплохая альтернатива Redmi Note 6 Pro. Кстати, друзья, в описании к этому видео есть альтернативы Pocophone. Также альтернативы Redmi Note 5. Ну и другие интересные видео. Проходи и обязательно смотри. Последняя альтернатива на сегодня это Asus Zenfone Max Pro M2. Новинка этого года. И вначале мы пробежимся по характеристикам. Здесь 660-й снаб. Он выигрывает здесь по стиле и по видеокарте. 4 гигабайта оперативки типа LPDDR4X. В Antutu тоже он выигрывает 130 тысяч баллов. Экран здесь 6,3 дюйма, Full HD плюс разрешение. И единственное преимущество этого экрана это Gorilla Glass 6-го поколения. И в этом совсем-совсем небольшое преимущество от Redmi. Хотя в целом я отмечу, что эти два экрана, можно сказать, они достойны друг друга. Камера основная на 12 мегапикселей. Sony AMX 486. Апертура 1.8. Чуть-чуть она, можно сказать, лучше. Но здесь все, конечно, зависит от прошивки. Но в целом камера мне понравилась. Батарея здесь на 5000 мАч. Здесь нет никаких вопросов. Она здесь гораздо лучше. Ну и по ценнику Asus сейчас дороже. Хотя цена его будет падать. Мне кажется, она упадет в районе 250 долларов или около того. Но все-таки преимущество здесь у Redmi. Какие преимущества есть еще у Asus? Это тройной лоток. То есть можно ставить две симки плюс microSD. Есть NFC, есть FM радио. И единственная печалька, которая не красит этот телефон, это microUSB. Мне кажется, это великолепная альтернатива Redmi. А цифры характеристик Asus Info Max Pro M2 это почти что музыка. Мощнейший процессор среднего класса, 660 снаб, камера во главе с недорогим сенсором Sony, 5000 мА батареечка. Все это дешевле 20 000 рублей. Великолепный набор. А мне кажется, что эта цена дойдет и до 15 000 рублей. Но не все так гладко и хорошо, как хотелось бы. На данный момент я тестирую этот телефон. И можно сказать, что прошивка еще не допиленная. Но у Asus с этим проблем не было. По предыдущему телефону можно сказать, что проблем не будет. Прошивку допили. Потому что в ней совсем-совсем небольшие косяки. Мне кажется, по фронталке, конечно, этот телефон проигрывает Redmi. Там, если вы хотите фронтальную камеру, то все-таки надо выбирать Redmi 6 Pro. Потому что там она гораздо-гораздо лучше. Наверное, раза в два, если не больше. По внешнему виду. Это, конечно, очень красивый телефон. Симулятор кусочка сливочного такого масла в руке, которого ты держишь. Он переливается. Очень красиво и очень изящно смотрится. Но, не знаю, можно сказать, это даже немножко девчачий такой дизайн. То есть, кому нравится такая вот красота, передливы. Я показывал девчонкам, то им, конечно, этот телефон очень понравился. Интерфейс. Здесь чистый Android. И многие, кстати, это тоже ставят в плюс этому телефону. Даже гору ненужных приложений в этом телефоне не устанавливали. Производитель предустановил самое нужное. Диктофон, калькулятор, FM-радио. Ну и все такое. Итак, друзья. Вот такие альтернативы были Redmi Note 6 Pro. Если у вас есть свои версии, обязательно пишите в комментариях. Скоро новые видео. Всем пока-пока.